Угадайте, кто вам продает и обслуживает лучшие по цене и качеству автомобили? Не угадали? Так вот, лучшие и качественные автомобили по нормальной цене, и это Уралавто. Сегодня мы поговорим о Японии. Как ни странно, но по рейтингу Япония в лидерах. И мы говорим об изумительном пробеге. Так вот, лучший пробег был 26 лет назад. Когда по никакой в действительности дороге японский правый руль завоевывал Россию. К слову о том, что и тогда и сейчас лучшие марки, а именно Сузуки, ездили и будут ездить. Теперь вариант следующий. Срок эксплуатации 90% автомобилей 10 лет. А эти машины, уж поверьте мне, походу сроков эксплуатации не видят вообще. Ездят и практически не ломаются. Мне говорят, что у вас нет машины. А машина-то есть? Машин в наличии много. Как с механикой, так и с автоматом. Как в переднем, так и в полном приводе. То есть приходите, выбор огромен. А мне говорят, что цены какие-то. Я посмотрел, что цены-то абсолютно небольшие. То есть давайте определимся, что мы говорим про цены 15 тысяч долларов. Средняя цена 15 тысяч, это даже дешевле стоит, правильно? Это дешевле, да. То есть если рассматривать автомобиль в переднем приводе на механической трансмиссии, миллион сто тридцать пять девятьсот пятьдесят с учетом цвета металлика. Это даже очень хороший цвет, потому что я люблю такой цвет. А вообще, если при применении всех программ, то есть Сузуки финансы, скидка по три, порядка сорока тысяч рублей, скидка по три дыну восемьдесят тысяч рублей. То есть в данный момент автомобиль можно приобрести по стоимости девятьсот девятьсот тысяч рублей. А, хорошая тема, да? Весьма интересная тема. Вопрос, а можно ли на них прокатиться? Тест-драйвы есть в наличии, пожалуйста. В любое время мы работаем с десяти до семи. То есть и в темное время суток посмотреть оптику, освещение, как автомобиль себя ведет на трассе, то есть без проблем. Теперь возникает маленький дивный вопрос, да? Вы торгуете самыми машинами лучшими. То есть я так дело знаю. Потому что Сузуки, похоже, вообще не ломаются. То есть я когда говорил, что сегодня срок эксплуатации автомобиля 10 лет, я посмотрел, что, оказывается, Сузуки 30-летнего спокойненько едет, никаких проблем у них нет. Ну, как известно, Сузуки бренд достаточно давно на рынке. Нам приезжают автомобили с очень большим пробегом, то есть и в который мотор вообще в принципе не залазили. Очень надежные японские автомобили. Да, сейчас сборка в Венгрии, но тем не менее, как говорится, некоторые говорят, что самое главное, что русские руки туда не залазят. А теперь вопрос. У вас был очень интересный автомобиль с пробегом более 500 тысяч километров. Есть же такой? Да, такой автомобиль присутствовал, и второй владелец сейчас ездит счастлив, без проблем. Похоже, есть смысл купить Сузуки. Однозначно есть смысл. Приезжайте, мы работаем ежедневно с 10 до 19 часов. Ух ты! Да и цена недорогая. Но определимся. Вы же иногда хотите машину продать? Может быть, это не для Сузуки? Потому что Сузуки, я думаю, даже продавать не надо. Но если уж пришлось, то это не потеря сумм в 6 нулей. Эти машины уйдут с минимальной потери стоимости по годам, естественно. Потому что вы должны понимать, все японцы хороши. Но по цене и качеству меньше всего теряют Сузуки. Очень интересная машина. Сузуки Секс-4. Настоящая машина практически из Японии. Хотя она не в Японии сделана, но тем не менее. А что же мне в этой машине-то вообще-то сильно-сильно-сильно понравилось? Я просто почитал и посмотрел, и вам скажу, что... Можно купить сейчас Сузуки с новым двигателем, да? Который не будет вообще ничего кушать. То есть, если вы еще и газ поставите, то... По трассе это будет 5 литров газа. Или бензина. Да без разницы. Вопрос возникает вот у меня, да? То есть, я сторонник, конечно, электрических машин, да? Я на них катался, конечно. Это было просто что-то с чем-то. Отвентецкая штука. Но там есть маленький нюанс. Там есть маленький нюанс. Это замена всех аккумуляторов. То есть, вот допустим, если вы хотите себе взять Nissan Leaf. Хорошая машина, вопросов нет. Вот. Ну, раз в 7 лет вам необходимо будет все аккумуляторы поменять. А цена этого удовольствия 5500 долларов. Я бы думал, что, ну, примерно там, допустим, полторы тысячи долларов. Это еще нормально было бы. Но 5500, это о чем мы сейчас будем говорить? Конечно, если мы едем на такой машине, то, в принципе, ну, можно... Не совсем складывать те денежки. А если ты ездишь на большом автомобиле, да? Я имею в виду, нормально, допустим, Tesla Model S. То есть, тебе каждый месяц надо 100 долларов откладывать. Ну, чтобы потом батареечки поменять. То есть, не самое дешевое удовольствие, если честно. Если бы они стоили копейки, то тогда вопросов не было бы. Что меня касаемо. Конечно, хорошая машина. Вот. Идеальная машина. Она в переднем приводе. То есть, мы не будем говорить о полном приводе. Хотя, основные машины здесь есть на полном приводе. Мы просто расскажем про клиренс. Так вот, клиренс этого автомобиля 18 сантиметров. То есть, я под ним могу целиком пролететь. То есть, в свое время мы когда-то снимали про Уралавто. Я под их немножко не лазил. По сути событий, под всеми этими машинами от Сузуки я могу пролезть. То есть, ну, у меня пузо такое не сильно большое. Я стараюсь более или менее себя красиво чувствовать и ощущать. И поэтому, да. Вот я когда пузо слишком большой, вот тогда надо чуть больше. А так, никаких проблем. Конечно, машина хорошая, красивая. И, в принципе, я считаю, что по соотношению цена-качество, учитывая то и учитывая те машины, которые мы сейчас видим, которые ездят на дорогах города, я вам скажу, что Сузуки это очень хороший вариант качественного японского автомобиля. Невзирая на то, где он собран. А эта машина с таким хромом, и это для меня, ну, чистый Америкос. Как я их люблю. При этом, вы просто приедите на советскую 32-1 и посмотрите эти аппетиты. Если поставить газ, и места для этого много, то зачем думать о смене аккумуляторов? Потому как с таким расходом газа в условиях городской эксплуатации вам не придется каждый месяц откладывать 100 долларов на замену аккумуляторов. Это я про литеревые батареи говорю, которые через 7 лет придется менять. К слову, вы хотите взять Сузуки. Да и, пожалуйста, вы это сделать сможете? Конечно, всем интересен хороший японский автомобиль. Но иногда не хватает денег. Мы бы хотели свою машину отдать, а вдруг чуть-чуть денег нам не хватит. Кому обратиться? Вы подходите в салон, менеджер поработает с вами, возьмет ваш автомобиль в трейд-ин, в программу, сделать вам скидочки, и вы уедете на новом автомобиле. Подать заявочку может любой человек от 23 лет до 65 лет, имея российское гражданство. Кредит можно оформить до 5 лет. Процентные ставочки очень гибкие, поэтому, приехав на своем бэушном автомобиле, вы за короткий срок, в течение буквально часа-двух, можете получить отобрение и уехать на новом автомобиле. Процентные ставки тоже очень гибкие. Кредит можете закрыть в любое время. Вот, все индивидуально, вовремя оплачивайте и приходите за новыми автомобилями. Теперь про новинки. Да, они все здесь есть. На советской 32-1, в Уралавто. Все новинки. Я тупо не понимаю тех, кто опускает машину ниже плинтуса. Ваша машина никогда не станет ни Sky, ни Subar, ни Mustang. Ну, не получится это у вас. А зная, в какой стране вы ездите, не говоря о лучшем с моей точки зрения городе, я бы машину приподнял. Так как ниже плинтуса это только Магнитогорск. В остальных городах и селах лучше, чтобы под брюхом было максимальное расстояние от асфальта. Как, к примеру, в этой Suzuki. Вообще, если честно, я люблю японцев. И в некотором смысле я люблю японцев в левом руле. Потому что эти машины, вот именно эти машины, это чистые японские проходимцы. И даже невзирая на то, что мы сейчас находимся на переднем приводе, я вам скажу, такая машина может проехать очень-очень долго. А у Suzuki есть тема такая, что вы должны понять, что машина работает бесконечная продолжительность времени. То есть давайте определимся. Вот с моей точки зрения есть понятие амортизации автомобилей. А давайте вспомним первые Suzuki, которые появились в городе. Так они до сих пор и сейчас ездят. То есть, по сути событий, по-моему, это абсолютно неубиваемый автомобиль с двигательными характеристиками, которые у вас удовлетворят естественно. Как еще может быть, когда за городом эта машина есть всего 5,1 литра. И тем более, что мы говорим об клиренсе. То есть, вот смотрите. Я не сильный сторонник того, чтобы постоянно ездить на полном приводе. А одна причина меня беспокоит. Потому что я буду съедать бензина чуть больше. Потому что мы же крутим не один мост, а два. Но надо понимать, что два моста крутятся одним двигателем. И поэтому полный привод это немножко, ну, с легкими сложностями сталкиваемся. Почему на этой машине с таким клиренсом мы не можем ехать до везде, где хотим? Да легко и угодно. То есть, хотим проехать на рыбалку, пожалуйста. Можно, можно, можно проехать. Но никаких проблем нет. Хотим проехать за грибочками далеко. Хотим еще куда-то проехаться. Вообще никаких проблем нет. Отличная, просто изумительная машина. При этом ценники-то миллион двести сорок пять. Это настоящая япония. И я вам честно скажу, что обожаю, конечно, американцев. Просто я люблю их. И вот там, конечно, двигатели совсем не такие. Но с другой стороны, ну, с какой скоростью мы можем ездить по городу? Да и вообще. Девяносто километров. Ну, на девяносто девяти процентов раз мы так и будем ехать. Не более того, как. А этому, на этой машине этого вполне реально хватает. Чтобы спокойно ездили, получали удовольствие. Причем в большой компании. Мягко говоря, если уж совсем нужно эту машину использовать, ну, для других целей. Заднее сидение убираете, получаете практически пол... Пол... Большой, короче, багажник. Очень большой. Много чего положить сюда удастся. Ездите спокойненько, спокойненько. Зная о том, что, в принципе, купив такой автомобиль, я не думаю, что вы когда-нибудь от него откажетесь. По одной простой причине. Это очень надежная техника. Это очень надежная и качественная техника. Вы можете еще и другую купить. А этот уже потихонечку, потихонечку, потихонечку. Ну, я вам так скажу, что даже если этой машине будет 20 лет, дай бог это случится, то вы всегда хорошо продадите. Потому что это Сузуки. Это лучшая часть Японии, которая, по-моему, совсем неубиваемая. Хотя я посмотрел внимательно. При всем моем уважении к американцам, при всех моих вопросах к немцам, я с большим уважением отношусь именно к японской технике, потому что я на ней ездил. Эти 8 тысяч километров с Владивостока мы ехали на другой машине. Но не имея японских корней, такое количество сотрясения бы не пережило. Пережило вот такие машины, настоящие японские. А вопрос-то прост. Вопрос настолько прост, что ответьте сами. Какие человеки любят ковыряться с машинами? Вопрос, в принципе, правильный. Вы смотрите автостоп. Я обожаю ковыряться с машинами. И таких, как я, в городе 5%. То есть вы не верьте лозунгам, прописанным везде. Смерть дилерам. Потому что с приемлемыми городскими ценами вы, купив Сузуки, будете обслуживаться здесь же. Мне это не сильно нравится, когда говорю, мы убьем дилера. Почему дилер должен быть убитым? Я не понимаю. Когда у вас ценники абсолютно недорогие. Ну, абсолютно недорогие. Они все идут по прайсу, по нашему. Также скидки есть у некоторых клиентов. А если я, допустим, захотел бы сегодня сделать? Я приехал спокойненько. Ну, допустим, я зайду куда-то, да посмотрю, может быть, другую машину. Вы это сможете быстро сделать? Конечно, мы сможем. А машина также моется у вас? Ну, предварительно, чем загнать нам в бокс, мы загоняем на моечку, ополаскиваем машину и потом уже делаем ТО. И это, в принципе, абсолютно образом на меня... Я просто сейчас объясняю ситуацию, да? Вы, наверное, забыли, да? Фильм такой был. Маска. Да? Да. Прикольно, там машину ему делали, да ведь? Я не вижу таких цен. Идиотских. Абсолютно нормальные цены. Даже дешевле, чем 100 долларов. Дешевле, чем 100 долларов. Да? Вот так вот, отбросив понты, машина надежная, с лучшей гарантией. Это только Сузуки. Да, конкуренты, они есть. Но не все они могут, откатав свой срок, быть с хозяином до последних дней. Далеко не все. Сузуки может. Откатав большее количество километров, она будет лучшей надеждой. Я так вижу эти события. Уж поверьте мне, я видел и сверхдорогие машины, и прочие. Но были бы деньги, я бы приехал в Уралавто. Потому что рано или поздно должна быть машина лучшая. Так вот, она здесь есть.